Вашему влиянию, скажем, или нашему общению с вами, я тоже в свою жизнь как бы подретушировал. В каком плане? Я тоже стараюсь теперь брать за авторитет только Библию. Пророческие книги, деяния, послания, Евангелия. То есть только то, на что я ссылаюсь, уже вполне безошибочно. Если как зато, вы говорите, не согласны с Словом Божьим, не верьте. Поэтому эти проповедь, скажем, свою, я всегда приглашаю это отпевать. Допустим, ну там разные смерти, молодые, старые. Я просто вижу как повод, может быть, я не помогу уже этому умершему, но мне не дано знать. Крещеные там, ну разные были смерти, кто-то и в храмы не ходил, но все равно. Здесь я для себя вижу только момент, когда можно их призвать к покаянию, призвать к вере в Бога, к любви к Слову Божьему, какие-то цитаты привести. И стараюсь запоминать им, чтобы как-то их объяснить, чтобы, ну хоть как-то, так их не заманишь. Школу, слава Богу, вот школу у нас приглашают на выпускной, там последний звонок, там первый звонок, первый сентября, там всегда у нас такие хорошие отношения. Всегда стараюсь уже брать в основу, в своей проповеди закладывать, ну какие-то тексты евангельские, чтобы на что-то ссылаться более такое авторитетное. И вижу, что действительно только вот так можно, не своим ответом головы своей, а словами, а Словом Божьем. Причем замечаю, батюшка, вот тогда-то сказали, это вы пять лет назад или десять отпевали, вы помните, вот тот-то, тот сказал, я удивляюсь, как они помнят, что я сказал, что я прошло столько лет, я, конечно, ничего не помню. Значит, думаю, в тот момент каждый раз иду, прошу, чтобы Господь дал какое-то слово разумения, что им сказать. Думаю, только вот так вижу повод для проповеди, отпевания, где какая возможность приглашают, там освящение, там свадьба, поминки, там или что-то еще. Я использую только исключительно для вот таких благовестнических своих уже пасских трудов, потому что в этом непросто, там покатить деньги, сорвать это мне уже, сколько Бог надо, сколько дает нам. Но, слава Богу, и благодаря вам, я, так сказать, уже и отца Андрея. Остановись, сфитографируйте. Тульская психиатрическая больница. Вот эта больница построена 100 лет назад, в ноябре, в прошлом году мы отмечали, на дефектном кирпиче, то есть каменью, Николай Петрович. У него, по-моему, дочь была больная психически, и он решил, если построить больницу, ну, как ради этой больной, дочери и для других. И он нашел, значит, где был забракованный тут же нижние присады, был кирпичный завод. Все там, глина у них, все было, закон делали кирпичи. Но он, скажем, из 10 там каких-то тестов испытательных выдержал, скажем, там 7-8 испытатов. Там на твердость, на хрупкость, на морозостойкость, на влажность, на что-то разное. Его забраковали, и он выкупает этот кирпич бракованный и строит эту больницу. Это большущий комплекс, вот детское отделение, подростковое там отделение проехали. Тут есть убийцы, которые, ну, их, понимаете, не вменяемые. Все. И вот это на этом бракованном кирпиче, больница уже столетие отметила, да это они еще не следят, если бы своевременно там, знаете, кровлю там смотрели, штукатуру как-то, она будет стоять еще века. При том, что как у нас относятся к строениям, и то она уже сто лет отметила, стоит. А современный кирпич, он, конечно, более низкого качества. Так. Вот вы знаете, Игнатий Ильич, мы что начинали, мы начинаем сюда с молебнов. Вот этот дом строить. Он будет приходу принадлежать. Он будет приходу принадлежать. Мы его еще не оформили, но он будет принадлежать приходу. Колокольню, даже пруд мы строили. Мы начинаем с молебнов. Народ, выходим сюда и служим молебен. Господи, благослови. Если есть твое благословение, ты упрай все. На меня тут в суд подавали, 600 тысяч, 630 тысяч, на миллион, 650 штрафу на меня написали, что я выпилил вот эти клены тут. Это зараза клены. Это вот он, смотрите, вот участок я оставил. Что здесь было вот возле дуба? Вот этот участок, вот видите, вот этот был сплошной клен здесь. Он растет, как трава. Это зараза, везде. И от него никуда не избавишься. И я их повыпилил тут, так на меня тут подали в суд. А мама умерла, я уехал на похороны. Таскали, таскали. Потом, правда, глава администрации, милиция за меня заступилась. Хотели меня судить. Я им сказал, что я не вредю. Я деду, вы видите, вот елки, сосны, туи. Мы делаем хорошую зону. И тут потаскали кругу меня. Еще, спаси Христос, перетаскивайте воду, открывай.